Добрый день. Расскажите, пожалуйста, коротко о себе. Могу. Я фурма Маргарита Николаевна. До войны Вератинская девичья фамилия Маргарита Николаевна. В 1925 году родилась. Проживала в городе Минске. В 1941 году мне было 15 лет. Я, отец и мать, два брата и сестра жили в Минске. А эвакуировались мы. Я, мать, отец, сестра и один брат. Второй брат был в пионерском лагере. 20 июня 1941 года оказались мы в Могилеве. 26 сентября мать и брат оказались в Могилевском гетто. В гетто находилось более 10 тысяч человек. И в этом же месяце они были и расстреляны. До октябра 1943 года я находилась в убежище в городе Могилеве у одной русской женщины по имени Ксения. В это время меня были арестовали по доносу подозрения еврейка. До декабра 1943 года я находилась в Могилевской тюрьме. А потом было выслано концлагерь Боинвецгайнштетт. 3 апреля 1945 года была освобождена американскими войсками. В конце мая 1945 года нас перевели в советскую зону. А в июне 1945 года я вернулась в город Могилев, где и проживаю сейчас. Пожалуйста, коротко об отце. Сколько ему было лет в 1941 году? В 1941 году ему было примерно где-то 45-48 лет. Имел ли он еврейское образование? Имел 4 класса еврейской школы. Общее образование не еврейское было? Не имел. Был ли отец религиозным? Нет. На каком языке он разговаривал дома? На русском языке. Был ли отец членом партии? Да. Кем он работал? Работал управляющим за год зерно и сено. Читал ли он на едише, знал ли древнееврейский? На едише читал, древнееврейский не знал. Примерно то же самое о матери. Сколько ей было лет в 1941 году? Матери где-то лет 45. Было ли у нее национальное еврейское образование? Было. Была ли она религиозная? Да. На каком языке говорила дома? На русском. Знала ли идиус, читала ли? Могла. Читала ли она на древнееврейском языке? Нет. Была членом партии? Нет. Были у вас в доме книги, газеты? Не было. Помните ли местную газету в 1941 году? Еврейскую? Еврейскую и нееврейскую. Коммунальный мобилевший? Нет. Минский рабочий. Вы читали сами эти газеты местные? Нет. Отец читал? Да. А какие-нибудь еврейские традиции, праздники соблюдались в вашем доме? Матерью, да. Ну, например, основные праздники? Все еврейские праздники моя мать отмечала. Встреча субботы? Зарагание свечей? Да. Молитва? Да. Мать, да. Соблюдение кошер? Мать, да. Посещение синагоги? Нет. А вы сами посетили хоть раз в то время? Было. Помните, какие еврейские организации или учреждения были в Минске в 1941 году? Не помню. Совершенно? Синагога была? Была. Библиотека была еврейская? Не знаю. Еврейский театр был? Да. Скажите, к маю 1941 года вы учились в еврейской школе? Нет. Ни одного класса? Ни одного класса. А в той школе, где вы учились, классы были смешанные или в основном еврейские? Смешанные. Среди ваших подруг было больше еврейских или нееврейских? Больше еврейских. Они вас принимали за еврейку? Некоторые, да. Некоторые нет. Скажите, среди ваших соседей было больше евреев или неевреев? Были и евреи, были и русские. Случались ли антиеврейские проявления среди русских соседей? Да. По отношению к вам или вашим близким? По отношению нашей семьи. Да. Это были оскорбления или угрозы? Оскорбления в виде... По национальному? По национальному, да. А угроз не было, что вот разорим вас? Не было, нет. В 1941 году к какому уровню имущественного положения вы могли бы отнести вашу семью? Ниже среднего. Не могли вспомнить, что у вас было из имущества? Ну, из имущества было пьянина, швейная машина, из животных была корова. Куры были? Куры были и свинья была. А в каком виде жилища вы жили? Жили в квартире. Своей? Государственная квартира была. Коммунальная, да? Коммунальная. Коммунхозовская, то есть. Не вспомните, говорилось ли что-нибудь в вашем доме о Палестине, о ком-то, кто уехал когда-нибудь из знакомых в Палестину? Может быть, о сионистском, о еврейском государстве говорили? О сионистах, конечно. Пришла, да, лишь было. Бывало, да? Бывало. Но мы были маленькие дети, и родители никогда не приобщали нас к разговору взрослых. Вы так не вспоминаете, они осуждали эти все, или наоборот как-то были заинтересованы? Интересовались. А вот, как вы думаете, если бы ваши родители сейчас жили, они могли бы переехать? Да. А планировалось ли родителями на лето 41-го года какое-нибудь мероприятие серьезное, там, строительство дома, там, или выезд куда-то? Нет. Никакого не было. Никакого плана не было. А вы не помните, что вообще могло писаться в газетах в 41-м году о возможности войны с Германией? Что-нибудь писали? Ничего не помню я этого. Ничего, да? Не помню. Какие-то лекции, может быть, пропагандисты читали? Нет? Что-то я не помню. А вот, может быть, официально что-нибудь рассказывалось об отношениях немцев к евреям в 41-м году? Ну, скажем. Разговоры были. Были? Официальные? Ну, так, везде были разговоры. Ну, примерно какого рода? Ну, что, евреев будут немцы расстреливать. Хотя война, дескать, не будет, да? Да, но все равно. Если евреи попадут к немцам, то они будут расстреляны. Эти разговоры были. А в кругу вашей семьи как вот считали, что будет война, не будет? Еще до самой войны? Нет, не считали. Может быть, родители между собой и вели такую беседу, но у меня об этом ничего нет. Ну, они верили, что... Победу. Еще войны не было, но верили, что в случае чего... В армию верили так. Да. А вот были ли в вашем городе знакомы ли вы были с рассказами польских беженцев? Были они вообще сами в городе? Еврейские беженцы из Польши. Это до войны? Да, до войны. Я этого не знаю. А вот слухи про их рассказы ходили, доходили до вас? До меня нет. Среди ваших знакомых, близких, родных были ли такие высказывания, что немцев бояться не надо, потому что вот в Первую мировую войну они проявили себя хорошо, не трогали евреев? Наоборот. Все только и ругали. Все те, которые меня окружали. До войны? До войны. То есть... Плохо отзывались о немцах. Что это националисты. Они, видимо, что-то знали уже, да? Ну, наверное, что-то и знали. Мне тогда было мало известно. Я ведь еще ребенок была. Ну вот ваши родители как считали? Что их надо опасаться? Да. То есть были информированы? Откуда вы не помните? Не знаю. Когда и как вы и ваши родители узнали, что началась война? Мы узнали прямо в первые дни. Потому что жили мы в Минске, и в первый же день войны уже были брошены бомбы, и уже Минск горел. Мы уехали 26-го из Минска, Минск весь пылал в огне. Ну вот сразу же, когда поняли, что война, в доме говорили, что надо уходить. Да. В тот же день. В тот же день. Но уходить нельзя было. А почему? Потому что отец отвечал за склады. И ему он без разрешения не мог их бросить. Но когда они уже все горели, тогда им разрешили ему уехать. И уехали мы не все вместе, а частно эвакуировались. Беженцами? Бежали, да. А вы не могли без отца уходить раньше? Нет. Он не говорил вам уходить? Нет. Он нас всех держал при себе. Ну почему? Он боялся чего? Боялся нас растерять. Мы уже одного брата потеряли, и он боялся нас растерять. А как вы думаете, он понимал, что Минск будет захвачен, или он верил, что не захватят? Он как-то верил, что их отобьют немцы. Ну и вот, когда ему разрешили, кто вышестоящий руководство? Да. Ну и не выделили лошади, ничего? Ничего не выделили, мы бежали, как стоим. А само руководство как? Ну это я уже не знаю. Не знаю. Вы не помните, что говорили официальные власти вот за эти дни населению? Правительство, там, прочее? В Минске нельзя было ничего понять, потому что весь Минск сгорел. И никто ничего не знал, кто куда бежит, кто что делает, потому что все было в огне. Какие-нибудь листовки, может быть, сбрасывались? Листовки были. А чьи листовки? Немцы бросали листовки. В эти же дни, да? В эти же дни. Что не убегайте, что ничего страшного нет. Что-нибудь против евреев было в эти дни? Ну, в самотохе ничего не было. Ну и вот вы 26-го решили бежать. Вот как это происходило? Ну, мы собрались в мешки свои, что, какую-то одежду, что было, и убежали. Шли пешком всю дорогу. Куда вы пошли? Мы пошли по Могилевскому шоссе. И пришли, вот, целый месяц шли. До Могилева? До Могилева. Целый месяц шли. Да. По дороге были ранены. Мать была ранена. И я. Две недели мы лежали в Червене под Минском. Но потом немножко окрыляли и пошли дальше. А как вы ранены оказались? Как получились ранены? А, самолеты бомбили, низко спускались, и прямо из самолета стреляли с пулемета. А нам спрятаться негде было. Леса близко не было, а была рожь. И мы попадали в эту рожь. А он низко спустился и по нас стрелял. Скажите, в основном беженцы шли по дорогам, они были еврейские? Разные. Разные. Да. Ну вот вы пришли в Могилев, наконец. Что, как дело было дальше? Мы пришли в Могилев. Жить нам было негде. А здесь жил отца брат. И мы к нему заехали. Но его дома не было. Они уже были все эвакуированы. Мы вскрыли квартиру и туда поселились. В первые же дни, когда мы туда поселились, все знали, раз мы приехали туда, значит, мы родственники брата еврея. И, естественно, мы евреи. И соседи, конечно, все знали. Были такие соседи, которые нам помогали. Но и были и плохие соседи. Одна из этих соседей выдала моего отца. Его в первые же дни или месяца первого расстреляли. Как бывшего большевика, коммуниста. А затем мать отправили в гетто с младшим братом. А меня укрыли у женщины. Скажите, а вот я не хотел вас спросить, а почему вы дальше не пошли? Мы пришли в Могилев, и с нами пришли немцы. Нам уже дальше была дорога закрыта. А где был брат? А брат находился в пионерском лагере. Нет, брат вашего отца. Был эвакуирован. То есть он уже был в безопасности? Да, он уже эвакуирован был в тылу России. А вот отца привлекли только за то, что он большевик расстреляли? Или за то, что он еврейский? И то, и другое. В двойне было виновным? В двойне виновным. Скажите, а как получилось, что вам удалось скрыться и не попасть в гетто? Мне было мало похоже на еврейку. И в гетто я приходила к маме, чтобы можно было ей передать там хлеб. Я понимаю, вы были мало похоже, но как вы все-таки смогли? Там же как загоняли вас всех, облава была? Меня поймал немец и говорит, ты что здесь делаешь? Где? В гетто. А вы пришли с населения в гетто? Ты что здесь делаешь? Он видит, что я не похожа. И просто меня выбросил оттуда. А мать и брат остались в гетто. А потом мать жила с одной женщиной. У нее невестка была русская. Она не находилась в гетто. Попросила ее, чтобы она взяла меня. И она меня взяла. Я у нее жила. Кто же попросил? Мать? Моя мать попросила свекров этой женщины. А как они смогли общаться? Они вместе жили в гетто. В одной комнате жили в гетто. Там же как сельди были в этом гетто. А та приходила тоже, да? А та не приходила. Та жила не в гетто. Не в гетто. То есть они вам сказали адрес? Да, они мне сказали адрес. Я ушла к ним. И она меня держала на печке. Прятала на печке. Чтобы меня никто не видел. Потому что она тоже боялась. Муж у нее был еврей. И она боялась за своего ребенка. У нее сын был. Она боялась за своего ребенка. Она меня прятала на печке. Но я понимала, что у меня мать и брат там. А мне надо было когда-никогда им хоть хлеб передать. А у меня были какие-то вещи, которые мы на плечах принесли. И я вот понесла папин костюм, отдала на базары. И взяла пол булки хлеба. И отнесла маме туда в гетто. Но гетто находилось за рекой. Мы по реке босиком ходили и отдавали им туда питание кое-какое. Но им там, они были там всего две недели в этом гетто. Потом их всех вывозили и расстреливали. Я хотел спросить вас, а вот как там? Оно не было огорожено где-то? Было огорожено. Там что-то был поселок, город? Нет, была улица, которая была загорожена со всех сторон. Вы не помните, как называлась улица? Добровенко. Фактически вся улица как-то? Вся улица Добровенко. Левая Добровенко. Это заднепром или здесь? Это вот около базара. Здесь в центре, да? Внизу Первомайская. Скажите, ну это как, вот вас могли тоже наказать за то, что в само гетто входили или через потолку? Нет, нет, по речке, по реке босиком и отдавали. Там они уже стояли и ждали, что кто-то им кто-то передаст. Это уже в этот момент, там уже не следили за вами, да? Там не следили, они следили у входа и у выхода. А здесь же была река, а сверху была гора. Таким образом оказалась кругом загородка. Ну если кто-то мог плавать, он мог переплыть и уйти, да? Ну речка мелкая была, мог и уйти. Но там все равно наблюдали. Если бы он даже ушел, его бы все равно поймали. Все равно поймали. Вообще, вот вы не знаете случаев побегов? Были в то время? Были. Были побеги. Побеги, да? Ну вот и... Более постарше те убегали. Ваша мама не пыталась убежать? Нет, не пыталась. Чем это вы объясняете? А у нас брат был младше. Она за него боялась. Он был плох здоровьем. Но брат где? Он был в гетто? В гетто вместе с матерью. А вдвоем они не решались? Не решались. Ну вот вы знаете случаи, что бежали? Бежали. Вот моя сестра бежала. Старшая. Сестра моя бежала. Ну и как она? Ну погибла в партизанах. А, дошла до партизанах? Да, и погибла там. Ну мать ее отпустила или... Она не спрашивала. Скажите, пожалуйста, их на работы водили в гетто? Мужчин водили. Первое время? Да, первое время. Вообще, как долго она просуществовала в гетто? Ну, не более месяца. Не было. Да. Ну, примерно половина смогла сбежать или нет? Нет. Не могла. Одна пятая. Вы знаете, там было очень много полицейских наших, русских. Русских или белорусских? Ну, или белорусских, я не различаю. Это большая разница. Украинские были, не знаете? Были украинцы, их называли власовцами. Власовцами? Да. Они делали больше гадостей, чем сами немцы. А кто был более злой? Украинские полицейские или белорусские? Да, украинские. Украинские, да. Никакого сравнения нет. Ну вот расскажите, собственно, что вы знаете о гетто? Ну, что в гетто? Я в гетто видел. Во-первых, они все жили, не имели площади. Просто все вместе жили. Натолкали их туда, в эти скучины, да. И каждый день приезжала машина и увозила людей. Загоняли силами в эту машину. А русские прибивались туда, или белорусы, прибивались туда для того, чтобы грабить оставшиеся вещи, которые там были. А этих увозили. Сначала говорили, что их увозят куда-то на работы. Но назад они не возвращались. И так каждый день. Увозили машинами, и назад никто не возвращался. Тот, который сопротивлялся, был расстрелян на месте. Ну, вообще, какие-то сопротивления бывали? Да. Люди... Были сопротивления и большие были. Ну, это бесполезно, потому что все это кончалось. Их всех убивали. Кто сопротивлялся, того убивали на месте. Кто не сопротивлялся, увозили и расстреливали. Здесь у нас есть в Могилеве места, где расстреливали евреев. Ну, вот такого попыток организованного сопротивления или организованного бегства, вы не знаете? Я не знаю. Я где-то не находилась, поэтому я не знаю. Я только приходила для того, чтобы видеть. Ну, они как вот за две недели там, конечно, не мыться, ничего нельзя было. О чем вы говорите? Никакого мытья, ничего не было. Как скот, вы знаете, вот это было. Загоняют в сарай, так и здесь было. А вот им что-то говорили, чтобы вот они не волновались, что их там... Ничего не говорили, абсолютно ничего. Неизвестность полная. Абсолютная неизвестность. Единственное, что вот, когда стали кричать, куда вывозят, так они говорили, на работу. Сначала вывозили мужчин, потом вывозили женщин с детьми. Ну, вот, собственно, известны ли вам случаи, когда кто-либо из немцев помог кому-либо из гетто? Я такого не знаю. Я не знаю. А вот из местных, может, кто-то помог беглецу из гетто, не знаете? Помогали. Помогали. Были люди, которые хотели помочь. И в то же время они боялись, но и помогали. Потому что за каждого еврея, за хоронение еврея, этих, которых прятали евреев, их расстреливают на уровне евреев. Ну, понятно. А вот не помните, может быть, кто-то из местных населений, вы же ходили по городу, воспринимали за белорусскую, наверное. Вот что говорили люди? Вот они же знали, что евреев уничтожают вас. Как они это комментировали? Некоторые сочувствованы, а некоторые одобряли. Ну, одобряли. Они бы сами это сделали. А вот больше которых было так, на вашем опыте? Вы знаете, я находилась... Были люди, которые я уже после войны узнала, что они все знали, что я еврейка. Да. Но однако же никто меня не выдал. Только одна, которая жила в этом доме, где жил мой дядя, посмела меня выдать. Она просто низкая была. Хотела просто заработать. Тогда платили марками. И она хотела заработать. Она думала, она меня выдаст и ей заплатят за это. А те, которыми я дружила, они сочувственно ко мне относились. Даже иногда и кормили меня. А после войны я только узнала, что они действительно знали, что я еврейка. А в то время я не думала, что они знали. И думаю, они меня не выдают лишь только потому, что они не знают, кто я по национальности. А как вы думаете, как они узнали? Как они могли узнать? Догадывались, что ли? Догадывались. Вы говорили по-русски, по-белорусски чисто тогда, да? Да. У вас была какая-то легенда, наверное, да? Какая-то своя история. Каким образом я стала... Да, было. Я всем объясняла, что я студентка и потерялась от родителей. Вот это моя была версия. Документы у вас какие-то такие были? Документов не было. Была у меня только справка. Было студенческий билет у меня был. И там не было указа национальности. И согласно этого студенческого билета, и потом мне выдали временное удостоверение. А Усвайс такое. Временную бумажку выдали. Оно у всех было жителей, да? Ну, у тех, которых не было паспорта. А, да. Понятно. Ну, вот, собственно, после того, как вам выдали А Усвайс, вы имели право в другое место уйти, в принципе? В другой город? Может быть, и имела, но я как-то не пыталась. Вы бы могли себя обезопасить в большей степени? Мне страшно было куда-то уйти. Но мысли такие были. Время, да, мысли были. Мне страшно было куда-то уйти. Мне все время казалось, что моя мать или брат, или сестра вернется. Ведь о сестре я ничего не знала. Я только после войны узнала, что она погибла в партизанах. Мне казалось, что она вернется и меня не найдет. А так мы будем вместе. Или, может быть, я еще раз ищу брата. Может быть, брат мой где-то здесь. И поэтому я не пыталась никуда уезжать. А вот уже в какое время пошли слухи, что партизанские отряды появились в Могилевском районе? Когда я уже сидела в тюрьме, я сидела с женщинами-партизанками. Тогда уже евреев не было в 43-м году. Это когда вас уже подозревали, да? А вот до этого сказали, что сестра из гетто прижала. Да, да. Были. Буквально были. В 42-м уже были партизанские отряды, да. У вас не было мысли пойти на розыск отряда? Было. Но дело в том, что у нас здесь был один товарищ, Павлов такой. Так все говорили, что он принимает, он борется не за советскую власть, а за Россию. И он евреев не принимал. И как только приходят евреи, он их расстреливал. Да? Да. Кошмар. И это даже было выявлено после войны. Его судили, не знаете? Его не судили, но евреи к нему плохо относились. Даже когда его похоронили, писали много, но видите, он как партизан пробрался хорошо к власти. И к нему трудно было подкопаться. Ведь были только на него злые евреи, потому что он их расстрелял. Все же русские были с ним заодно, потому что они с ним были в партизанах. Только после войны, когда уже всем стало ясно, чем он занимался, сколько евреев он там в партизанах расстрелял, так выворачивали его могилу. И, по-моему, сейчас родственники ставят памятники, а евреи убирают. И даже при жизни, после войны, ему привозили домой гробы. Ну, потому что сделать ничего не могли, а душа болела. Вот они таким образом старались ему мстить. Он был могилевчанин? Да, Павлов. И в окрестностях Могилёва воевал, да? Да, да. И у него была большая борода, я не утверждаю, но слухи такие были, что у него на бороде было выколано бей жидов. А, видимо, еще были другие отряды, раз ваша сестра нашла место, да? Да, было много отрядов. То есть вы боялись попасть не в тот отряд? Да, я боялась попасть не в тот отряд. Ну, вы же не были похожи. Ну, понимаете, может быть, если бы я с кем-то познакомилась, который бы меня мог взять или позвать, или помочь мне туда, безусловно, я бы ушла. Я просто старалась себя укрывать, прятать себя, где только можно. Фактически, я так понял, что в городе через 2-3 недели фактически евреев официально не было. Да, до ноября месяцев евреев не было. Только оставались и те вот такие, вроде меня, которые не были похожи, или каким-то образом могли достать документы. А вы не слыхали про еврейский концлагерь на заводе «Стром-машина»? Ходили слухи такие? Да, там были евреи, которые вывозили с гетто, они там работали. Они там были, эти люди были какие, портные, сапожники, ну, такие ремесленники. И они там работали в этом «Стром-марше». Это такой лагерь был. Но они там тоже недолго были, их тоже вывезли и расстреляли. Часть, видимо, вывезли. Часть смогли убежать каким-то образом. Но я про это не только слышала, даже знала. Потому что здесь жил женатый был далекий родственник наш. И он вот, у него жена была русская, а он еврей. И он был в этом лагере, он сам сапожник. Я знаю, что он там был. Она меня встречала и говорила, что вот там она носила ему туда передачу. Ну, вы не знаете, как сложилась судьба вашего брата в пионерском лагере? Знаю, конечно. Ну, в двух словах скажите. Ну, вот до войны он был в пионерском лагере. А потом этот лагерь эвакуировали в город, ну, Сталинград тогда он назывался. Город Сталинград. И он там попал в ремесленное училище. Ему тогда было 13 лет. Он попал в ремесленное училище, окончил это ремесленное училище и работал, и жил прямо на заводе юношей. Учился в техникуме и работал на заводе. А когда приблизился фронт, их эвакуировали в Сведловск. И там этот завод, военный завод, он на этом военном заводе работал до... В общем, он выжил, да? Восемидесят, да, он выжил. Понятно. Ну, и вот, а ваша сестра выжила в отряде? Значит, из семьи остались только вы вдвоем, да? Да, но брат у меня уже умер. Нет, ну, все-таки во время войны. Да, да, после войны мы остались только вдвоем, а сейчас я одна. А кем вы работали в Могилеве до ареста? Разными работами. В основном старалась работать на тех работах, где бы я была мало замечена. Работала в Зеленхозе, набивала парники землей. Работала домашняя работница у женщины в одной. Ну, а потом меня... Ну, вот, а в основном, собственно, еврейская тема в Могилеве, может быть, заканчивается, да? Может быть, потом мы... Еще, может быть, пару слов о пантисемитизме в партизанах, среди партизан, вот пока вы не ушли... Да, вот вам рассказала про этого Павла, да? Значит, я так понимаю, что после войны его не пытались даже судить? Что-то им занимались, но, как видите, он не сидел. И в каком году он умер? А, уже, наверное, лет 10 тому назад. То есть он все это время прожил? Да, да. Он прикрывался своей бородой, он ходил с длинной бородой, что, дескать, вот, это у меня партизанская. В принципе, КГБ знал, но не хотели его трогать. Да, да, не хотели его трогать, и он везде козырял, что он партизан. Это ужасная история. И дело в том, что у него, понимаете, куда бы он ни пошел, везде у него были эти люди, которые были с ним вместе в партизанах, понимаете? Они его поддерживали. Но если бы это как вот теперь время, так, наверное, бы он... Он сидел. Ну, они вообще-то, этот отряд был против немцев, или, может быть, они заодно были? Это, может быть, разновидность полицаев была? Совершенно верно. Да. Потому что он все кричал, мне советская власть не нужна, мне нужна Россия, русская. Еще вот это типа... Царского... Типа Рова было что-то, да? Да, да, похоже. По всей логике должны были его судить, понимаете? А что-то одно время его даже, по-моему, он где-то сидел. Все-таки. Да, все-таки, да, где-то он сидел. А потом, видите, вот так. Отмазали. Отмазали, да. Ну, потому что были такие единомышленники. Понятно. Ну, вот вас арестовали, вот... Как вам удалось доказать, что вы не еврей? Ничем не могла я доказать. Только внешний вид. Ну, кто больше зверстал, немцы или полицаи? Полицаи. Они вас били, да? Били. Ну, вы держались, да? Били им. Мне было безразлично. Вы понимаете, я настолько у меня закалилась, это нет, что мне было все равно, какая разница мне, как было умереть. Все, мне было без разницы. Ну, вот что-нибудь... Что они спрашивали? Кричали. Они кричали. Ну, вот они вам говорили, что полицаи. Били меня, чтобы я призналась, что я еврей. Кричали, скажи, что ты жидовка. Ведь разве ты не жидовка? Была очная ставка, женщина, которая меня выдала. Она все время доказывала, что ты вот племянница. Твой дядя жил вместе с нами. Ведь он-то еврей. Значит, и ты еврейка. Почему ты, мол, сопротивляешься? А я все время отказывалась и говорила, что вы опознались. И после этой очной ставки они меня били, пока я не потеряла сознание. И бросили меня вниз в подвал. Там находились уже евреев, не было никого. А были партизанки только. Ну, они так доброжелательно относились. Не знаю, они меня познали, что я. И когда они меня только спросили, ты за что попала сюда? Я не призналась даже им, что я за подозрения в еврействе. А я сказала, ну, за партизанство. Я даже там боялась признаться, кто я есть. Но когда я жила все время во время оккупации, я разное слышала. Кто доброжелательно относился к евреям, а кто очень недоброжелательно. С большой радостью о том, что евреев всех убирают, что их расстреливают, что это плохие люди. Даже те, которые меня окружали. Ну, а вот потом вас к немцам перевели, да? К немцам перевели. Немцы меня не били. Привели меня, не зная, кто он по званию был. Он меня вызвал и через переводчика спрашивал, ты Юда или нет? Я сказала, ну, разве вы не видите, что я не Юда? Ну, он так посмотрел, посмотрел. Действительно, я была белокурая, мало была похожа. Он посмотрел кругом и отправил меня в камеру. И больше меня не опрашивали. А потом там слышно было, что вывозят. А куда вывозят? Я полагала, что вывозят на расстрел. И я каждый день ждала, что вот приедут. Вот, откроется камера, меня заберут и расстреляют. Я ведь не знала, что, какое мнение у него сложилось обо мне. Ну, а когда уже нас погрузили на машину, так сказали, везут на вокзал. Ну, на вокзал, так на вокзал. И отправили нас, погрузили нас в телятники в эти, и отправили нас в Германию. Вы были в камере одиночки или там еще были? Нет, нет. 12 человек были. Партизанки эти? Партизанки, да. Их тоже в Германию? Их тоже. Моего возраста. Не всех. Всех 25-го года рождения этих отправляли. А других не отправляли. Те, которые постарше или помладше, все оставались и там. А те, которые 25-го года, всех отправили. Ну, вот вы приехали, да? В Германию? Да. Ну, вас они все уже считали, как белорусская, да? Да, да. Вы как белорусская или как русская? Как русская, русская, да. Понятно. Ну, и как вот, собственно, было? Ну, там я была равная. Там уже отозрение, может быть, кто-нибудь и думал при себе, но вслух не высказывали. В этой, ну, или, если это можно знать, комната, жило пять человек. И из них была девочка одна. У меня такое мнение было, что она была еврейка. Ну, всем было похоже. И мы с ней очень хорошо дружили, Вера. Но признаваться о том, что она еврейка, и я, мы не признавались. Ни я, ни она. И после войны она была с Украины, она уехала на Украину, а я к себе. И по сегодняшний день я ничего не знаю. Но у меня было такое мнение, что она была еврейка. По всему я видела, по выходкам, по отношениям к людям, но не русского, не русский человек. Скажите, это где уже было, где вы с ней были? Это в Германии, в лагере. Уже в этом концлагере, да? Да, в этом концлагере. Это был женский или смешанный лагерь? Там был общий лагерь, но бараки были отдельные. Женщины отдельные, мужчины отдельные. Какие виды работ там были? Разные. Мужчины ходили на раскопки. Если бомбят город, они там расчищали, а мы ходили на уборку. Сельхоз? Нет. Жилье убирали. По хозяевам, да? По хозяевам. И территории убирали. Ходили под конвоем или свободно? Если на территории, то свободно. Если так, под конвоем. Кормили вас вообще? Кормили, если это можно назвать кормежкой. Бруква и эти лягушки. Вот это наша была основная еда. Хлеб был? Был. Ну, определенное количество. Вот санитарию гигиена соблюдались? Что, не мылись там? Мылись, толпами ходили в баню. Баня была такая. И нас гнали, гнали в баню. Один раз в неделю или чаще? Реже. Пшивость была в лагере? Была. Всякие заболевания инфекционные? Если были, таких убирали сразу расстреливали. То есть фактически эпидемии не допускали? Не допускали. Ну, то есть какие-то элементарные вещи были гигиенические? Ну, так было, где умыть лицо там и все такое. А смена одежды, стирка одежды? Сами мы стирали. Вот где мы жили, там была рычушка такая. Ну, мы в эту рычушку ходили, стирали. Это, в общем, разрешалось, да? Разрешалось. Помоем и мокрое одеваем на себя. У вас было робо-заключенных или что-то свое? Ну, вот униформа полосатая такая. Не было. У мужчин было, у женщин нет. Номера были какие-то? Ну, вот вы не помните побеги делались из этих лагерей? Но все были безуспешные. То есть, что, выдавали местное население? Нет, их расстреливали, потому что там, чтобы убежать, надо было пройти две проволочные заграждения. И между двумя проволочными заграждениями проходила линия тока. Какие-нибудь вот какие-то разговоры или что-то о евреях были среди заключенных в лагере? Ну, тогда было больше разговоров о победе. Как вырваться отсюда, и как хоть бы скорее кончилась война, чтобы можно было вернуться. А вот пока вы ехали до Германии, среди этих женщин, с кем вы оказались вместе, были разговоры? Разные были разговоры. Все очень хотели быть евреями, чтобы не переживать это переживание. Лучше бы быть евреем, чтобы нас расстреляли, чем переживать вот это все унижение, что мы испытываем. Это они так говорили? Они так говорили. Ну, как вы думаете, это серьезно или так было? Мне кажется, серьезно. А в каком смысле переживание непонятное, что ли? Ну, убежать нельзя было. Кормить не кормили. Это по дороге, да, вы имеете в виду? И по дороге, и по дороге. Ну, они же могли броситься на часового и их застрелили бы. Ну, один бросится, а остальные что будут делать? Остальных всех, они же не считали. Если одного убьют немца, так все вагоны бы расстреляли. А там ехали разные люди. То есть вот поэтому они не бросались? Не бросались. Понятно. Ну, а так вот не говорили они, вот их идеология, поддерживали они истребление евреев или осуждали Вашего? С кем вы ехали? Поддерживали. Да? Да. Были разные и поддерживали. И были, больше, конечно, не поддерживали. Чем они объясняли? Ведь там, видимо, говорить-то не о чем было особенно. Как-то, видимо, на эту тему много говорилось. Мне кажется, уже в те годы, в 43-м году, мало говорили об евреях, потому что их как таковых не было. А если те, которые были, они уже были не евреи, а русские. Поэтому разговоров было весьма ограничено. Вам, наверное, было трудно слушать это? Без сомненно. Это не то слово. Это больно было, не только трудно. Ну, вот уже находясь там, в лагере в Германии, были ли случаи, когда немцы кому-то помогли? Да. Хоть как. Были. Были. Особенно женщины. Когда нас посылали на разные работы, они могли нам дать какую-то юбку или там штаны или чулки. Ведь мы ходили, я лично ходила в длинном платье, а не было чулков. Это платье закрывало мне где-то. Они могли дать чулки, они могли дать на ботинки. Это в том случае, если мы выходили из зоны, нас выводили на уборку. Были такие, которые нам давали. А среди вот этих, кто вас охранял и с кем вы дело имели, с такими немцами? Они были жестокие. Фактически они, видимо, относились тоже как к евреям наподобие, да? Ну, наверное. Скажите, пожалуйста, вот какие-то случаи, когда бы вдруг в ком-то обнаружили еврея, были на вашем жизненном пути потом уже, в лагерной жизни? Не было. Потому что все, которые остались, евреи, они уже крепко были оформлены в смысле документами. Уже трудно было доказать, что он еврей. Потом, когда вас освободили американцы, эта тема еврейская возникала? Нет. А уже в советской зоне? В советской зоне я могла встретить такой разговор. Ты так себя ведешь, как жид. Это вообще между собой. Да, между собой. Но таких крупных выступлений я не слышала. А вот со стороны официальных властей, вы признались или нет? Нет. Я долго не признавалась. Я настолько была закаленная, что я даже после войны длительное время не могла признаться, кто я по национальности. Ну, вот когда вы пришли в советскую зону, вот этот фильтр, как это было? И что вам, какие документы в этот момент? Ну, документы какие? Все документы шли с нами. Документы с лагеря, все шли с нами. Что мы там делали, как и что и чего. Но в основном мы проходили фильтр медицинский. Ну и проверку этих документов делали. И все. И там они делали свое заключение и отправляли по месту жительства. А собеседование какое-то было? Да. К вам каких-то придирок не было? А по месту жительства, вот вы приехали, вам на руки давали документы? Нет. Только опрос и те документы, которые у них там были. У них были и у меня на руках. То есть, как бы два вида документа, да? Да, да. Часть у вас, часть сопровождал. Да, да. Ну, вот вы приехали в Могилев, что дальше? Ну, дальше, когда я приехала в Могилев, во-первых, я прошла этот фильтр в КГБ. Еще раз, да? Ну, когда приехала сразу. В Могилев? Да. То есть, это второй фильтр, да? Да, это второй. Один был там в Германии, а второй здесь. Вы тоже им ничего не говорили? Ничего не говорила, абсолютно. Да они, собственно, и не интересовались этими вопросами. Какие-то придирки вообще были? Нет, не было. Ну, какой-то документ уже вам выдали после этого? Нет, мне документ не выдали. Сказали, вам надо встать на наружный вид или написать в архив по месту жительства в Минск. Ну, я написала, ничего не сохранилось в Минске. И я встала здесь, в ЗАГСе, на по наружному виду и получила документ. И после того я... А какой это был документ? Метрическая выпись. Ну, а паспорт когда? А потом на основании метрической выписи мне выдали паспорт. А каких там жёлтых билетов не было? Не было. Чего-то такого, да? Ничего не знаю о жёлтых билетах. Вы уже по паспорту и по выписи шли, как русская всё равно, да? Да. Какие-то дискриминационные вещи со стороны советских властей после войны были? Да. Очень много. Вот скажите коротко об этих моментах, как вас притесняли. Ну, вот такой вот момент. Жили мы в квартире 12 метров. Без отопления, без всего. Двое детей у меня было. И я решила, вернее, нашла вариант обмена. И на две комнаты, конечно, дело было с доплатой. И я обменяла эту квартиру. Но когда стало известно, что эту квартиру, которую я получила, принадлежала военному, а он обменялся со мной, и, главное, с теми, с кем обменялись, с жидами. И когда меня вызвали в горе с полком, и там был Иванюшев, бывший председатель, или военком, бывший военком, поскольку эта квартира была военная, так военком воевал за эту квартиру, чтобы отобрать. И в моем присутствии, когда меня вызвали, он сказал, что что бы мне это ни стоило, но эти евреи квартиру эту не получат. А кого он имел в виду, эти евреи? Моя семья. Ну, вы же по документам как русская, что... Ну, муж-то у меня еврей. Значит, евреи. Понимаете? И меня таскали, меня везде, всюду меня вызывали, любым путем, чтобы я вернулась обратно в ту старую квартиру. А та квартира была сырая, маленькая, 12 метров, без кухни, без всяких удобств. Естественно, что я сказала, никогда я не вернусь. И если они считают, что я неправильно ее заняла, хоть и ордер у меня был на руках, все было оформлено, как положено, и я уже жила в этой квартире, и я сказала, что выселите меня, пожалуйста. Я это все зафотографирую и пошлю куда надо. Пускай там разберутся, если у вас такое настроение. Вот такой был факт. Как вы думаете, почему с вами поменялся этот военнослужащий? Он из корыстных целей. Он не хотел здесь в Могилеве жить. У него семья была в Москве, и он получил эту военную квартиру, как демилизованные военные, и он хотел, конечно, получить деньги. А так продать он ее не мог, а он поменялся со мной. На то время эти деньги были небольшие, но он и хотел, чтобы не пропало даром. С доплатой, как говорится. С доплатой, безусловно, потому что площадь была большая, и с удобствами, естественно, была доплата. Но так они вас по закону не имели права выселить? Не имели права. У меня все на руках было. Но они меня терзали на протяжении, наверное, года полтора. Какие это годы были? Годы 60-е. Да? Да. А вот в те первые послевоенные годы, как ваши склады жизни были? Дискриминации со стороны властей были? Со стороны властей не было, но я работала в коллективе, где я слышала всякую брань на евреев. Они ведь не знали, кто я по национальности. И всякую брань. И если речь была о том, что надо дать кому-то заработать, так старались только не евреи. Только не евреи. Это в 40-е годы, да? Да. Это не в 40-е, а послевоенные. Ну, да. В 50-е годы. В 47-е, в 48-е. А вот, собственно, среди этих людей после войны разговоры бывали на тему геницида, уничтожения евреев? Какие-либо разговоры? Нет, я не слышала. Я не слышала. Но я вам хочу сказать, что я, то ли я была маленькая еще до войны, я меньше слышала антисемитизма, чем я слышала после войны. В годы войны и после войны. Фашизм свое дело сделал. Вот я забыл вас спросить, вот в то время, когда вы еще не оказались в лагере, вот какие-то, может быть, были листовки, призывающие местное население помогать евреям? Не было. До того, как вас арестовали? Не было. Не было. Ни среди партизан, ни в городе. Ничего. А евреев никакой речи не было. Официальная власть советская? Ничего не было. Ничего не было. Никогда, да? Ни до войны, ни после войны. Да, ни до войны, ни после войны. Понятно. Ну, вот, в принципе, вот так и сложилась ваша судьба, да? Да. Я вас благодарю за участие в интервью. Большое спасибо за помощь. Продолжение следует...